Всем привет! И как всегда видео без лишних слов. Сегодня я покажу, как можно сделать подобный дизайн. Он называется по-разному как рок-единорога, так и объемные рельефные волны с помощью пигмента. Для этого нам понадобится гель-краска. Можно взять два цвета. Широкая плоская кисть. Для нанесения этих цветов плоская кисть волосок. Перламутровая втирка. Втирки можно использовать разные, так же как и цвета гель-лака. Также нам понадобится густой гель. Как вы видите, гель очень густой. Мы его будем использовать для создания объемных рельефных волн. Покрываем ноготки желаемым цветом. Такой дизайн более эффектно смотрится на градиенте. Поэтому на ноготке я сейчас буду делать растяжку двух цветов. Как легко и быстро делать растяжки разными способами, вы увидите в следующих видео. А пока мы покрываем одну половину ноготка одним цветом, вторую покрываем другим, выбранным вами цветом. Сушим в LED лампе 30 секунд или в ультрафиолетовой лампе 1-2 минуты. Затем набираем на кисточку два цвета на уголки. Каждый цвет соответствует цвету на ноготке. И на стыке двух цветов мы проводим кистью. При каждом нанесении кисть сдвигайте немного влево и немного вправо. Это мы делаем для того, чтобы перемешать два цвета. И сушим в LED лампе 30 секунд или в ультрафиолетовой лампе 1-2 минуты. Затем покрываем ноготок топом без липкого слоя. Не забывайте запечатывать торцы ногтя, чтобы во время носки не было сколов. Сушим в LED лампе 1 минуту или в ультрафиолетовой лампе 2 минуты. Затем набираем кистью волосок густой гель. И этим густым моделирующим гелем мы выкладываем наш узор. В данном случае мы будем делать нечто подобное на волны. Узоры могут быть разными и располагаться они могут также разно. Если вам тяжело выстроить сразу подобный бортик, вы можете провести кистью и сделать основу волны. И уже после того, как вы нарисовали основу, выкладывайте на основу объемную каплю геля. Если же ваш гель не такой густой и растекается, после каждого нанесения волны просушивайте в лампе. Если у вас нет густого моделирующего геля, вы можете использовать густую базу. Если ваши бортики не получаются настолько объемными, после каждой просушки накладывайте гель сверху до того момента, пока он не станет нужной вам высоты. Также, если ваш гель не настолько густой, вы можете смешать его с акриловой пудрой. Пропорция зачастую один к одному. А там смотрите и смешивайте акрил с гелем до нужной вам консистенции. После того, как вы нарисовали все волны, либо любой другой узор, поверните ноготок и дайте вашему гелю стечь вниз. Благодаря этому ваш дизайн будет более объемным. Затем отправляем сушиться в LED лампу на 1 минуту или в ультрафиолетовую лампу на 2 минуты. Покрываем топом без липкого слоя. Обратите внимание, топ без липкости. Кисточкой введите вдоль узора. Тем самым вы счистите излишки топа, чтобы ваш дизайн был более объемным. Отправляем сушиться в LED лампу на 1 минуту или в ультрафиолетовую лампу на 2 минуты. Затем берем пигмент, перламутровый пигмент и силиконовую кисть для втирки. И на теплый ноготок, обратите внимание, ноготок должен быть теплым, иначе пигмент не будет втираться. И начинаем втирать пигмент в ноготок. Втирайте тщательно. Если же у вас нет подобной силиконовой кисти, вы можете делать это пальчиком, желательно в перчатке. Но мне удобно пользоваться данной кистью, так как с ее помощью мы можем достать до тяжелодоступных мест. Втирайте до того момента, пока на ноготке исчезнут все мелкие блестки. Затем сушим в лампе в LED 5 секунд и в ультрафиолетовой лампе 20-30 секунд. Это мы делаем для того, чтобы наш пигмент, грубо говоря, прилип. Мягкой кисточкой счищаем остатки пигмента и берем бафик. Бафиком мы зашлифовываем торцы ногтя. Это для того, чтобы с краев счистить пигмент. И после, когда мы будем покрывать топом, топ хорошо запечатает торцы. И во время носки пигмент не будет скалываться. Счищаем мягкой кистью пыль. Покрывайте топом также не толстым слоем, чтобы ваш рельеф остался без изменений. Хорошо запечатывайте торцы ногтя. И счищайте излишки топа. Сушим в LED лампе 1 минуту или в ультрафиолетовой лампе 2 минуты. Затем мы можем смотреть на наш результат. Такие дизайны довольно просты. Для их выполнения не нужно иметь художественного таланта. Расположение волн и дизайна на ноготке вы можете выбирать сами. Экспериментируйте с цветами, как гель лака, так и в тирке. Хороших вам работ! Все материалы, использованные в видео, указаны в описании под видео. Ответ на частый комментарий. Если у вас гибридная лампа, сушите свои материалы столько же времени, сколько и в LED лампе. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки. Увидимся в следующем видео. Спасибо, что смотрели. Пока-пока!